ну вот один из немногих моментов когда я могу задать пару вопросов юрия шипневу который орнитолог нашей команде выполняет то есть участвует полностью в исследовательской нашей программе и плюс еще работает как оператор и снимает этот фильм обычно камера в его руках сейчас я попросил его дать ее мне чтобы он был в кадре конечно впечатление масса тени расскажешь то есть я попал в те места о которых очень много мечтал и наконец-то вот благодаря этой экспедиции мне удалось посмотреть верховья зевы конечно это надо видеть это плата мари мари те же что внизу на высоте около тысячи метров черные журавли каменные глухари дикуши много других интересных птиц и эти горные можно сказать озера на платах когда мы переваливали допустим на восточный берег то пока спускались допустим за один день там менялось все совершенно с весны мы вдруг переходили в лето потом приходили на море там опять только начало весны попадали места то есть вроде бы черемуха давно должна цвести а тут она только начинает цвести то есть очень и очень много впечатлений особенно сама зима конечно я не ожидал что она такая будет несколько сурово кстати нам с погодой очень не повезло и к тому же мы надеялись спуститься по реке очень быстро но там оказались такие трудности пороги несколько дней пришлось вот буквально пускать на веревках мы в день проходили по два батареи от силы по пять километров это конечно очень трудно было и опасно с одной стороны это можно было утопить и оптику и аппаратуру ну были трудности и вставать было очень все мышцы болят то есть два шага не нужно нормально сделать но постепенно расходишь только мы преодолели сколько посмотрели всего интересно и прямо и кабаровка в этом году на вертолете залетев в поселок охотник лунга в верховье в Бикинар, мы прилетели в верховье реки Зивой звери, звери и звери за волш��ся твои звери 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 звери. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Зуравли есть здесь на всех морях Мы слышим, как они кричат вечером, утром Но весна в этом году очень холодная, затяжная И по-видимому, многие пара суравлей не загнездились Ну, а те что загнездились Не так просто найти гнездо надеюсь нам все-таки удастся это сделать главный, удастся Derek Общую число гнездящийся пар, в этом году его потенциально в этом году сколько гнездящийся, сколько гнездящийся вот ну как видите условия для работы здесь такие ранним утром не очень приятные как я сказал холодно и трудности быта, вот мы находимся в нескольких десятках километров от ближайшего маленького поселка, вверху Двихина он называется охотничий или лунга, там остался всего ничего охотников, вот связи никакой с поселком нет и вообще у нас нет ни рации, ни связи с аэродромами, да и вряд ли бы она сейчас помогла если бы что-то случилось, потому что времена такие, что без особой доплаты никто и не вылетит вот так что нам надо уже здесь рассчитывать только на самих себя борются они уже там в Японии на зимовке и сюда уже прилетает пара молодые гнездятся где-то на третий год первый год они еще болтаются, второй уже болтаются, а на третий год уже начинают гнездиться вот они ищут место где не заняты на море, допустим старая пара загнездились и они ищут но они гнездятся друг от друга километра двух не меньше, то есть надо им найти такое место чтобы не было занято потому что они все-таки у них определенные участки вот молодые ищут гнезды, если нет на этой маре, они летят на другую нет на этой, они на третьей летят, если вообще не найдут место для гнезда, то они не гнездятся в этом году а если вот пара заняла марь и появляется другая пара, допустим молодых птиц, как ведут себя те птицы, которые уже раньше занят в марь и гнезды, это их место, это их участок для сих гнезда агрессивные? да, агрессивные, например, вот я наблюдал картину, когда пара сидит на участке уже и появляется вторая пара и садится рядом этот журав, допустим одна птица сидит на гнезде, а второй на участке этот журав начинает сверху бить, прогонять эти журавы то есть он прям налетает на мысли, пытается даже плевать, лапами бьет и эта пара вынуждена в конце концов вот, кстати, пришел четвертый наш товарищ вот это как раз Женя Коблик, о котором я говорил он проходил проверять сети и вот что-нибудь попало? вот, осталось, конечно вот, например, одна из самых маленьких здешних птичек одна из самых голосистых видов это корольковая пеночка расскажи пару слов прилетает очень рано для пеночек ну, привыкли, что пеночки прилетают уже когда тепло а эта очень рано прилетает поет очень громко является одним из доминантов вокальных здешних мест на вершинках елей сидит, поет кормится, видимо, пока еще снег в лесу лежит вот она в кронах так Женя, для чего мы ставим все это? ну, во-первых, просто посмотреть видовой состав зачастую многие птицы впервые обнаружатся именно в сетях а некоторые только в сетях то есть они могут не петь но если они здесь есть они могут попасться на пролете вот как было с пятнистым свежком да, то есть мы обнаружили его в сетях раньше, чем он запел и показался у нас вот и первая добыча на новом месте когда они только вчера прилетели да? ну, первая птица вчера была тихо, 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 тихо аккуратно сильно запутался? да нет, наверное, только что залетел кстати, одна из самых таких неприятных и трудных вещей бывает расходы птицы, да? иногда особенно синицы очень здорово запутаются вот мелкие соловьи нормально тут самое главное ноги освободить уже после того, как ноги освободишь уже довольно легко с крыльев потрясающая птичка такая маленькая, да? соловейчик а поет как жеребенок да вообще, один из таких симпатичных ночных певцов сумеречных вот давайте отпустим, да? ну, давай отпустим там нет птички ну, оп! бывает и такое вот, кстати, пример того, что он не очень боится сейчас он, конечно, шокирован да, немножко потерял ориентацию чуть-чуть давай оп! наконец появилась каменешка по утрам стал моросить дождь начались туманы и мороз и мороз сейчас погодка у нас ждёт будет хорошая погода да ну, сейчас туман такой да сгущается ну, что, завтра пойдём это хорошо прохладно стало и после прохладного тумана будет часам к десяти утра солнце когда вам обещают жениху твоим был уста надо налёт пить да ну, что жениху ну, что жениху ну, почти семь сумасшедшие залёты две недели мы уже в Верховье зевы снег потихонечку оттаивает зима переходит в весну в этот зимний период нас интересуют три вида черной жиравы каменный глухарь и дикуш или черный рябчик черный жиравль это особая история а вот глухарь и дикуша птицы тетеревины у них в этот приют интересный така брачные такие, можно сказать песнопения неоднократные атака и дикушу влезли и дикушу атака и дикушу и дикушу и дикушу атака Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 У нее пробито дно и поэтому его уже нельзя надуть, там полно пробоин, заклеивается только в прорези внутренней стороны, чтобы вода не затекала внутрь и не затопляла вещи. А снизу дни еще полно пробоями, поэтому надуть дно нельзя и конечно лодка идет с трудом, легко садится на камни и ее трудно с ней сдвинуть, так что ребята Коля и Женя отстают и лодка идет медленно. Пятый день и ползем по речке Земли, ее вверху. Остается 6 дней до вертолега, но мы еще не прошли третьей части, потому что проходим в день от силы 5-6 километров, потому что тащим лодку практически в лодку между камней. Но вот если сегодня доберемся до речки, до Ключа Песчаного, а завтра до Сагдепиасы, то может быть за 3 дня докладем в голову в день, потому что там уже будет течение помедленней, а камней поменьше. В общем-то мы не ожидали, что в Верхове все так получится, поэтому у нас страшная задержка. В среднем течении реки Зевы, Зевские скалы. Здесь уже река становится более тихой. Ну вот мы и на Бекине. Первый раз в этом году. Бекин встречает нас с мелкими дозочками, Кукует обыкновенная кукушка. Еще 30 километров по Бекину. И конечная цель нашего путешествия в поселок Охотничье и Неводьго. Удомный хороший sheriff. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вверх... По течению... Прибыли мы сюда... В пятницу... Днем... 28-го числа... Наконец... Помылись... Побрились... Постирались... И вообще имеем... Два дня для того... Чтобы как-то... Прийти в себя... И... Немножечко оправиться... А завтра утром уже должен вертолет... Который... Отвезет нас... На... Один из горных узлов... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...